Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи по скайпу с нами сегодня политолог Глеб Павловский. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. Те, кто слушает нас за рубежом, могут дозвониться с помощью кода плюс 371 и номер WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1. Глеб Олегович, в Лондоне прошла конференция по свободе СМИ, куда не пустили журналистов «Раш Тодей» и «Спутника». Вот как вы это оцениваете? Конференцию или то, что их туда не пустили? То, что их туда не пустили. Ну, конференция, вообще-то говоря, это мероприятие частное, оно регулируется его устроителями. Меня тоже не приглашают на каждую конференцию в мире. Ну, просто некоторые, почему я задаю вам этот вопрос, некоторые журналисты из, ну, скажем так, конечно, это условное деление на либералов и консерваторов, но из либерального круга, они выражали определенные недоумения по этому поводу и говорили, что мы должны давать возможность, если это конференция по свободе СМИ, давать возможность говорить всем СМИ. Это и есть свобода. Вот насколько, на ваш взгляд, в либеральном круге в том числе присутствует такая вот безальтернативность, может быть, мнений? Я не понимаю вообще такой постановки вопроса. Конференция, например, по зоологии не предполагает, что там на нее собираются жирафы, лошади и так далее. Там могут быть специалисты. Специалисты по СМИ выбираются учредителями и все. Других, наверное, просто не пустят. Я не пробовал атаковать закрытые двери конференции, но думаю, что независимо от либерализма фейс-контроль существует. На ваш взгляд, насколько справедлив и оправдан термин информационная война и что мы сегодня под этим подразумеваем? Ну, все, что угодно. Это такой размытый термин, ну, просто как вокзальная шлюха. Это бессмысленно его обсуждать. Я напомню, что когда-то, лет, наверное, уже 15-20 назад, даже больше, наверное, ну да, больше, где-то в середине 90-х понятие информационная война появилось. Оно означало просто интенсивную пропаганду или какие-то имиджевые операции или контроперации. Ничего такого в ней, ну, магического, мистического не видели. А сегодня в этом то видят покушение на истину, попытку сорвать с нее хиджаб или вообще какие-то шпионские козни. Я не понимаю, что такое информационная война. Война есть война, а информационная это что? Вот когда говорили о Чеченской, первой чеченской кампании, очень часто можно было услышать о том, что правительство проиграло информационную войну. И, в частности, упоминали телеканал НТВ, который показывал эту войну с разных сторон. И затем были сделаны выводы, и уже в начале 2000-х эти ошибки властью допущены не были. Вот на ваш взгляд, действительно ли оттуда пошла эта эволюция или, может быть, регресс в этом смысле такой информационный? Действительно, в середине 90-х информационная война вошла в нашу жизнь в основном в связи с обсуждением показа Чеченской войны, первой чеченской. Но проблема в чем? Проблема была не в СМИ, проблема была в отношении зрителей. Зритель тогда был скорее пацифистом. Ему не нравилась сама война. И, кстати, я не помню, чтобы в середине 90-х особенно требовали изменения показа. Все эти вещи появились потом, когда изменилось отношение аудитории, когда аудитория сама стала воинственна. Она захотела воевать. Она требовала войны, но это произошло пятью годами позднее. Так что здесь проблема была не в медиа. Но действительно, я сам возмущался, мне не нравилось, как показывают чеченскую войну, как в особенности комментируют ее. Комментарии были, в общем, такие радикал-пацифистские. И, конечно, они постепенно накапливаясь начинали раздражать аудиторию. Но я думаю, что медиа, как таковые, были ни при чем. Что произошло с обществом, если вы говорите о том, что общество захотело войны? То есть, получается, что не СМИ влияют на общество, а общество само как-то подходит к этой теме? Вы знаете, давайте не будем превращать масс-медиа в демиурга более сильного, чем хомо-сапиенс. Все-таки начинается все с самого хомо-сапиенса. Чего он хочет, чего он не хочет. Что ему нравится, чем он наслаждается, а что ему отвратительно. Масс-медиа здесь всего лишь игрушка в его руках. Мы, кроманьонцы, по-прежнему диктуем на самом деле, хотя не явным образом, чего мы хотим от масс-медиа. Конечно же, не масс-медиа заставили полюбить войну. Это просто невозможно. Я наблюдал, все таких попыток было много в 90-е годы. Но это не получалось. Иногда даже НТВ, например, во время президентской кампании 96-го изменило почти на 180 градусов, изменило позицию. И стало выступать на стороне Кремля как сила патриотическая провоенная. Но это все ненадолго. Это была часть кампании Ельцина. И потом, в том же 96-м году, все это кончилось. Ну вот о вас пишут, что в 2012 году вы перешли, по крайней мере я это нашла в интернете, на сторону политической оппозиции и на сторону либералов. Были ли вы когда-то консерватором? И когда произошел этот переход, если он действительно произошел? Здесь я опять скажу, что не вполне понятно, что такое в России либералы. Это какой-то такой вопрос. Ну оппозиция тут скорее имеется в виду к нынешней власти. Но я где-то перешел к некоторой из первомягкой, конечно, критике Кремля. Года с 2010-го я еще тогда работал с Кремлем. А уйдя из Кремля в апреле 2011-го года, я уже мог спокойно выражать свои взгляды. Они у меня просто изменились. Я был в предыдущие десятилетия одним из самых яростных путинистов. И вполне искренне, я, собственно, и сейчас не очень об этом жалею, просто немножко затянул с вразумлением. На ваш взгляд, что произошло, почему те люди, которые приветствовали назначение Владимира Путина, мы помним, когда это произошло, многие представители, ну опять же, условной либеральной общественности его встречали овациями. А сейчас многие как раз отвернулись от него и считают, что он не очень хороший правитель. Вот что с вами, как это происходило, как вы стали понимать, что Путин не тот, кто нужен России сегодня? Ну, это вообще длинная история, я ее описывал в своей книге про мою жизнь, экспериментальную родину. Я не был никогда зрителем и не хотел бы им быть. Я добивался прихода Путина, я с этому содействовал и участвовал в разработке идеологии его первых президентских сроков. Поэтому нельзя сказать, что я просто обольщался. Я этого хотел. Это раз. Во-вторых, вы знаете, 20 лет-то очень много. За это время меняется все, что угодно. И если каждому давать, поломается кровать. Люди вещи изнашиваются, не только люди. Конечно, Путин менялся. Он менялся и в разном смысле в чем-то он становился более изощренным, как политик. А в чем-то остался, застрял в прошлом. Но мы все это делаем. Я, к сожалению, как человек тоже под 70, должен сказать, что не очень готов встречать аплодисментами каждую инновацию. Это естественно. Просто не надо так долго находиться в одной квартире, как Путин, и играть одну и ту же роль. Начинаешь повторяться. Вы считаете, что Путин изношен сейчас? Ну-ка, износилась роль. Роль износилась, понимаете? Роль, разработанная 20 лет назад. И я помню, как она разрабатывалась. Но сегодня она, в общем, для ценителей, для узкого круга ценителей классического балета, которых не так много. Вот в чем проблема. Он играет уже не роль, а играет самого себя 20 лет назад. Это бывает у артистов. Это никогда не ведет к повышению качества игры. Но тем не менее, ведь рейтинги у него высокие остаются. Они сравнительно высокие, но это уже не, в общем, рейтинг в обычном смысле слова. Не политический рейтинг, не рейтинг доверия. Это рейтинг такого привыкания, что ли, поскольку никого нет в этой категории, в этом классе. И уже забыто состояние, что еще не так давно, кстати, не 20 лет назад, а даже еще 15, 10 лет назад, в принципе, был Путин, да, были другие какие-то политики с президентским потенциалом, губернаторы с президентским потенциалом. Это никого не шокировало тогда. А сегодня это даже трудно вспомнить при желании. Поэтому время имеет свой собственный вес. Понимаете, это рейтинг как бы кабачковой икры в магазине, где продается только кабачковая икра. То есть безальтернативность. Да, это безальтернативность. Это понятие моего учителя Михаила Гефтера. И, так сказать, забытое, к сожалению, в нашей политике. Недавно, кстати, я встретил его целую книгу об этом. Одна из последних книг Зигмана Баумана «Текучее зло». Она тоже посвящена теме безальтернативности. Это очень опасная вещь. Но Путина можно сравнить с Гудвином из «Волшебника изумрудного города», потому что Гудвин ведь ничего не делал. Он просто давал некие такие советы людям, которые их удовлетворяли. Ну, если вспомним героям сказок, там страшили мозги, железному дровосяку сердца и так далее. Почему я вспомнил этот образ? Потому что ведь Гудвин фактически манипулировал сознанием вот этих жителей волшебной страны. Путин – это Гудвин, как вы считаете? Можно ли так его сравнить? Могучий и ужасный. Да, но Гудвин был добрый, как известно. И это раз. Во-вторых, у Гудвина не было ядерного оружия. Это тоже немаловажное обстоятельство. И он, насколько я помню, не устраивал похода на земли Живунов. Так что сравнение здесь неполное. Но Путин – не самый, так сказать, не самый худший из персонажей мировой сцены сегодня. Он действительно скорее виновен в какой-то пассивности, в незнании того, куда он попал, куда зашел за эти 20 лет. Он не может сориентироваться. И поэтому предоставляет разным людям вокруг себя говорить и действовать за него. Они это делают. А эти люди, честно говоря, уж совсем не Гудвины, а скорее с характером гингемы. Но говоря о безальтернативности, недопуск до выборов в Московскую городскую думу оппозиции, Любови Соболь, Ильяшина и так далее, вот было это для вас неожиданностью? Только по форме, по исключительно хамской форме, в которой это было сделано. Потому что это уже не безальтернативность, а это как бы такая борьба с реальностью. Переход к сопротивлению просто реальности даже в мелочах. Это другой модус уже системы. Это опасный модус. И она входит, я думаю, в свою какую-то предфинальную фазу таким образом. На ваш взгляд, Кремль действительно считает Яшина, Соболь, ну и еще ряд оппозиционеров, которые на слухи угрозой для себя. Почему им не дают возможности избираться, например, в Мосгордуму, которая занимается больше хозяйственным вопросом? Само выражение Кремль считает, кажется мне, избыточным. Просто они не очень понимают, что происходит. И потом там же как бы фактически уже сегодня некоторое коллективное руководство. Можно говорить о коллективном Путине. Потому что там не выстроена система ясного политического управления. Бюрократическая система. Где понятно, кто принял решение и кому оно передано. Путин в прошлом сделал плохую вещь. Он не сформировал такой независимый от себя бюрократический аппарат в верхах. И поэтому существует страна, гигантская страна существует без рационального руководства. Поэтому никогда не знаешь в точности, кто инициировал то или иное решение. А это очень опасно. Там поэтому нельзя сказать, что они считают Соболь опасным. Кто-нибудь решил, что это совсем не обязательно Путин. И даже не обязательно Кремль. Ужас в том, что этого никогда точности не знаешь. Кто решил фальсифицировать улики против Ивана Голунова, журналиста-расследователя. Ну, может быть, сейчас следствие выяснит это, выявит. И выяснится, что это вообще какой-то низкий уровень на самом деле. Вот в чем беда, что Путин теперь это просто название облака, из которого падают решения непонятного авторства. То есть получается, что Путин сам себе не принадлежит уже как президент, как человек, как гражданин. Конечно, не принадлежит. Это очень заметно. По-моему, даже заметно по его речи. Ведь речь нельзя подделать. Его речь, которая была лет 20 назад, такой упругой, осмысленной, напористой. Сегодня она разрушена. Он как бы выхватывает из какой-то коробки отдельные формулы и повторяет их. Это видно на, скажем, на этих прямых линиях с населением и тому подобных на пресс-конференциях. Поэтому, да, Путин потерялся. Но, вы знаете, для политика это не извинение. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, и потом вернемся и продолжим. Политолог Глеб Павловский с нами на прямой связи, и вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Вадим Родионов, Яна Смирнова и звукорежиссер Родион Золотарев помогает нам. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня политолог Глеб Павловский. Еще раз здравствуйте, Глеб Олегович. Еще раз здрасте. Телефон прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9 у нас слушатель на линии. Добрый день, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр, задавайте вопросы. Вот, Глеб Павловский, мне кажется, вы лукавите по поводу средств массовой информации. Даже Керенский сто лет назад понимал, какую роль играет. Я уж не говорю про Геббельса. И, кстати, как вы оцениваете роль средств массовой информации в Прибалтике, если вы вообще Прибалтика интересуетесь. Да. И у меня вопрос к вам. Да, давайте. Вы говорите, занимались идеологией, так сказать, и в этих сферах там были. Какая идеология сейчас, на 24-й год? Вот встречи вот эти вот постоянные с Лукашенко, так сказать, явно последует какое-то заявление. Да, спасибо вам. Ну, вот про СМИ и идеологию. Насчет Керенского не знаю. Его представление о масс-медиа было явно слабым, поскольку его работа в масс-медиа была ужасающей. В общем, в каком-то смысле, можно сказать, примером того, как не надо работать с масс-медиа. Причем, заметим, еще в ту пору, еще не было картинки. Вот. И радио тоже. А мой дед, я тут имею некоторый опыт, мой дед вступил в партию СР, партию Керенского, и после его, значит, прочтя его речь в газете, вышел из нее и больше никуда не вступал. Вот, потому что он был человеком другой эпохи. Что касается Геббельса, это, конечно, известный создатель современной пропаганды, в общем, можно сказать. Геббельс с одной стороны и американец Бернайс с другой. Но я-то говорю более простую вещь, что мы в начале 90-х находились, просто в начале масс-медиа, эпохи масс-медиа как таковых, свободных. И поэтому мало понимали, что происходит, но понимали только, что с этим надо начинать работать. Да, Мавладий Удругов, пресс-секретарь Дудаева, он понимал уже тогда, мы в каком-то смысле, можно сказать, Россия и Кремль у него учились. Что касается, что там был вопрос... Идеология? Какая идеология сейчас? Да, идеологию употребил в каком-то таком общем порядке, не в советском, потому что в советском смысле ее в России не существует. И к ней власть, кстати, и не стремится. На самом деле, она сама себе идеология, она требует, чтобы ее принимали как таковую, и именно это и является идеологией в Российской Федерации. Ну, наш идеослушатель упомянул 1924 год, насколько я поняла его. Какое развитие событий в России может быть после 1924 года? Будет ли какое-то переформатирование системы? Оно идет. Я думаю, что транзит на самом деле идет, но не тот, которого ожидают там, скажем, либеральные круги. Транзит Российской Федерации уже идет некоторое время. Это переход государственности к такой глобальной повестке. Повестке глобального влияния России, такой, какая она есть сегодня. Просачивание самой разной сферы в мире на разных континентах. Денесуэла, Ливия, Центральная Африканская Республика, Сирия, Украина. Все годится. Но это политика на самом деле слабой страны, потому что мы не усиливаемся при этом. Мы сами реально, как страна, как нация, как государство, мы не усиливаемся. Мы просто оплачиваем собственное влияние. Театр собственного влияния. То есть, можно ли говорить о том, что Довлатов, когда в 80-е писал филиал, он там как раз о споре почвенников и либералов, он пишет о том, что почвенники говорят о том, что Россия еще себя покажет, а либералы говорят, к сожалению, уже показала. То есть, это актуально и сегодня получается? Да, в такой степени да, потому что Россия несколько сдвинута на идеи демонстрации, показать себя, продемонстрировать. Это было, это заметил еще Маркиз де Кюстин в 19 веке, когда говорил в империи фасадов. Поэтому это есть в нас, это способ, которым очень давно, ужасно давно, уже 300 лет назад Россия реагировала на Европу. Это как-то закрепилось в нашей поведенческой парадигме. Но это не рук, это просто такая слабость у нас. А вот делать из этого политику опасно и, по-моему, разрушительно. Поэтому я не согласен совсем с нынешней стратегией Путина, хотя она очень понятна, она дешевая стратегия. Ты не тратишь деньги на усиление нации, ты тратишь деньги на постановки, а это дешевле. Говоря о влиянии России на территории, в том числе и постсоветских стран, стран Балтии и Латвии, например, нередко об этом говорят. Насколько, на ваш взгляд, Россия заинтересована в ближнем зарубежье? Ну, это тоже такая ближнее зарубежье, это такая странная сверхценность, травматическая на самом деле. Кто, кстати, придумал это понятие? Это понятие придумывал еще Андрей Козырев 20 лет назад. Нет, почти 30 лет назад. В самом начале 90-х, чуть ли не в 92-м. И само это понятие означало, что Россия хочет прежде всего сохраниться как влияющая в какой-то сфере государство. Хотя перед нами тогда стояли какие угодно задачи, но не задачи влиять на Балтию, влиять на Украину и так далее. И нам бы хорошо провести хотя бы одну реформу. Вот. А этого не было. И поэтому помешательство на Украине, например, началось еще тогда, началось еще при Борисе Николаевиче Ельцине. И я это хорошо помню. Ни к чему хорошему это не привело. Я думаю, что... Но опасности большой сегодня я в этом не вижу. Я думаю, что Россия теперь... Таким поведением Россию вызвало, я бы сказал, опережающее сдерживание ее. То есть нас сдерживают сильнее, чем мы хотим воздействовать на кого-то. У нас звонок. Радиослушатель на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Лариса. Да, Лариса, задавайте. У меня вопрос к Глебу Павловскому. Скажите, пожалуйста, а по вашему мнению, есть сейчас реальные силы, которые смогут взять власть в России и руководить такой большой и слишком разносторонней стороной, как Россия? И поднять уровень, и поднять ее престижно за границей? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, на первую половину вопроса легко ответить, потому что так или иначе эти силы вынуждены будут это сделать. Чем бы они ни были сегодня. Потому что Путин уйдет, так или иначе он уйдет. Здесь принципиальной разницы между 1923, 1924 и 1925 годом нет. Просто он уже сам по себе стал архаичен. И даже для своего собственного круга. С другой стороны, его круг боится за себя, а не за нас при его уходе. Кто-то возьмет власть, конечно, но сегодня это очень трудно предсказать. И, конечно, никакой гарантии того, что взял эту власть, ее смогут удержать, конечно же, нет. Я думаю, что это будет коллективное руководство, скорее всего. У нас любят обсуждать, кто будет преемником Путина, но я думаю, что преемника Путина не будет просто. Потому что слишком много присвоено, неформально всякого рода полномочий, конституционных и неконституционных. И этот объем просто нельзя передать. Ведь передача – это какая-то процедура. Ельцин мог в какой-то степени передать свои полномочия Путину. Потому что Ельцин имел их значительно меньше, чем Путин. И то, и то этот процесс породил, так сказать, в конечном счете плохие последствия. То есть представление о том, что страна является собственностью президента, с чем мы имеем сегодня дело. А Путин просто не может их передать, потому что они слишком разные. Поэтому, я думаю, возникнет после Путина, в всяком случае в качестве переходного, возникнет какое-то коллективное руководство. Как оно будет устроено, мне сегодня трудно сказать. А к фигуре Алексея Навального вы как относитесь? И какая перспектива у него и его команды на политической арене? Ну, это сильная политическая фигура. Хотя, в общем-то говоря, она сильна в отсутствии других. Пока не появились сопоставимые. Если бы у нас было, допустим, хотя бы 4-5 заметных политических лидеров, то Навальный, наверное, не казался бы таким уникальным, как сегодня кажется. Это феномен отсутствия других. Он на очень таким стертом фоне выступает. Поэтому, и, кстати, я не вижу, чтобы он хотел увеличения числа лидеров. Я к нему хорошо отношусь. Как раз ровно сегодня же, да, ровно 4 года, нет, что я говорю, 4, 6 лет назад В этот день была стихийная демонстрация за него, когда его посадили. Приговор же уже был готов. И каждый из нас шел на демонстрацию, совершенно не представляя себе, что будет. Потому что я-то думал вообще, что там будет, ну, человек 20. А сошлось 20 тысяч. И Навального выпустили. Вот в чем дело. С этого начался его такой настоящий взлет. Власть изменила приговор так поспешно, что даже юридически нарушила свои собственные правила. Это очень интересный человек. Такой банька-встанька. Он, достигнув какого-то сильного уровня, начинает как-то снижаться. А потом опять поднимается. Это удивительный, интересный феномен. Но его мало для того, чтобы играть роль при, так сказать, вот, при транзите путинской России. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Арсен. Да, слушай нас. Я бы, я, ну, после того, что сейчас мы слышали, наш уважаемый гость говорил про Алексея Навального. Ну, если бы, не знаю, несколько лет назад он это говорил, может быть, еще это можно было, как бы, принять. Но после того, что вскрылось и о нем, и о его компании и так далее, уже, честно признаться, это слушать смешно. И мне хотелось бы уважаемому гостю задать вопрос. Понимает ли он, что его мнение, мнение его соратников, находится в абсолютном меньшинстве, оно не авторитетно, не популярно. И, не знаю, мне хочется сказать, что что-то похожее на паникерство. Спасибо. Да, ну, такое мнение. Я просто не понял смысл высказываний, что именно вскрылось о Навальном, что требует изменения мнения о нем. Ну, видимо, говорят о тоталитарной манере управления фондом борьбы с коррупцией и так далее и тому подобное. Много об этом писали. Ну, вообще-то говоря, у любого на самом деле, у любого сильного политического лидера это на самом деле авторитарная манера управления своим, своей организацией. Это некий факт. Другое дело, важно, что здесь. Важно, дает он возможность появиться рядом с собой, другим фигурам или нет. Навальный долго не давал. Это правда. Но в последнее время они стали появляться. И такие фигуры, как Люба Соболь и ряд других там, Волков и так далее, они самостоятельные фигуры. Но, повторяю, важны мне, а важны не те, кто появляется рядом с Навальным, в его движении, а те, кто появляется вовне. Вот этого не хватает. Здесь дефицит. А так я ничего не могу сказать, что находиться в меньшинстве в политике, это, ну, как обычное дело. Я в политике больше 50 лет, и большую часть я находился в меньшинстве, за исключением, там, двух случаев, как говорится. Но один случай Ельцина, а другой Путин. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Анатолий. Да, Анатолий, слушай вас. Вопрос такой. Первый вопрос. Кому больше отдают предпочтение в Хлеб Павловске? Разрушителю Горбачеву или восстановителю Путину? Второй вопрос. Я согласен со мной, что после ухода Путина придет сильный политик, или типа такого, Паликадыров, или Жириновский. Люди такого типа, которые наведут порядок еще более серьезно, чем сейчас. Да, спасибо вам. Ну, вот в вопросе есть оценки, но, тем не менее, Горбачев, Путин. Да, вопрос, мне есть ответ, говоря. Ну, ответ, с которым я не согласен. Горбачев – это очень интересная и крупная фигура, и очень интересные его успехи и его неудачи. Для меня, просто как для политика, они очень поучительны. Путин не восстанавливал ничего, что сделал Горбачев, на самом деле. Путин совершенно не восстанавливал Советский Союз. Надо это ясно понимать. Проблема с Горбачевым, что у него не удалось. Его внешнеполитический европейский проект, он-то на самом деле пытался перестроить европейскую политику. И здесь он потерпел частичную неудачу, очень важную. А внутреннюю политику он, кстати, здесь он похож на Путина. Внутри России, внутри Советского Союза, жизнь его интересовала меньше, чем то, что происходило на международной арене. Он занимался международными делами. И в этом отношении он, кстати, похож на нынешнего Путина. Путин тоже забросил внутренние дела. Но вообще сравнивать их бессмысленно. Такие сравнения, да. Давайте еще сравним с этим самым, с Ричардом Третьим, с Иваном Грозным. Это все для легкой публики, на самом деле. И, конечно, Кадыров не надеется прийти к власти после Путина в России. Но он, конечно, будет участвовать в финальной фазе транзита. И я думаю, это моя точка зрения, я думаю, что он сыграет роль в формировании коллективного руководства после путинского. На ваш взгляд, в чем феномен Рамзана Кадырова? Почему лидеру Чечни позволяется, во всяком случае, складывается такое впечатление больше, чем лидерам других регионов? И почему ему многое прощают? Ну, это травма войны. Чеченская республика имеет особый статус. Это единственный регион Российской Федерации, который воевал с Москвой, мужественно, между прочим, воевал и долго. Отчасти успешно, да, как мы помним. Так что в 96-м году пришлось в Москве подписывать, в 96-м, в 97-м подписывать фактически межгосударственный договор. Это было унизительно, но это был факт. И факт незабываемый. То, что нам удалось закончить войну, связано с тем, что война была чеченизирована. То есть, фактически война закончилась компромиссом. И нынешнее, прямо скажу еще раз, слабое руководство не может себе позволить риска второй войны, третьей войны на Кавказе. Оно поддерживает этот компромисс любой ценой. Еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Я бы хотел задать Липопаловскому вопрос. Вы, как политолог уважаемый и такой мастер современной политики, чем можете объяснить такой сниженный градус, как вам сказать, раньше был Генри Киссинджер, сейчас борются с Россией такими упрощенными методами, довольно-таки поверхностными, мне так кажется. Какое-то прошло время профессионалов в политике, мне так кажется. Как вы считаете? Вот ваше мнение. Спасибо. Збигнер Брежинский еще, многим фигур можно вспомнить. Ну, Збигнер Брежинский, кстати, его неправильно понимают. Збигнер Брежинский был, конечно, мастером именно скорее борьбы. Киссинджер был более масштабной фигурой. Понимаете, ну, оскудение всюду, снижение масштаба идет повсеместно. Где, посмотрите на линейку современных западных лидеров, вы среди них не найдете ни Тетчер, ни Коля. Значит, Ангела Меркель выглядит просто, значит, сказать, почти Наполеоном. Да, среди них, хотя уже падает со сцены. То есть, просто идет чудовищное снижение и очень опасное снижение масштаба лидеров. Всюду. Ну, из состраданий не буду говорить про Америку. Это идет везде. Причины у этого очень сложные. Но, к сожалению, момент очень плохой для этого снижения. Что касается нас, мы тоже можем сказать, что это происходит с двух сторон. С двух сторон, ну, простите, так сказать, такие вещи, как Солсбери, не могли произойти при прежнем руководстве советских спецслужб. Вот, они, вот, все даже, как говорится, спецоперации теперь проводятся на уровне, значит, сказать, которые когда-то, значит, украинцы говорили. Вот это каивнаст террор. Вот. Это очень, да, это опасно. С другой стороны, это говорит о том, что все массовизировалось, политика массовизировалась. Она перестала быть элитарной. В нее, как говорится, пошел середняк и троечник. И занял там прекрасные места, значит, мы это видим. Поэтому здесь можно жаловаться, но я на это смотрю иначе. Мир меняется, мир перестал быть моноцентричным. Это не земной шар, это скорее вот такой, то, что называют физики мультиверс. То есть пространство, которое пронизано ходами, норами, где можно попасть из одного места в другое и одновременно можно измениться на 180 градусов, как, кстати, это произошло на моих глазах, к сожалению, и с Владимиром Путиным. Вот. Это новый мир. Мы входим в новый мир. Он будет совсем другим. Через 10 лет это уже не надо будет доказывать. И может быть хорошо, что вот такая вот середняцкая масса заполняет политику. Вы знаете, ну, после Октябрьской революции тоже село пришло в город. И, в общем-то говоря, ну, никто из нас не из дворян. Вот. Я не имею оснований жаловаться на это обстоятельство. Поэтому, что делать? Мы должны быть готовы к новому миру. И мы готовимся, как умеем. К дивному новому миру, как у Хакса. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Политолог Глеб Павловский был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok